Две компетенции и 39 участников отборочные соревнования WorldSkills продолжаются. Напомним, они проходят на базе Межрегионального Центра Компетенций. С какими заданиями справляются участники и как их оценивают эксперты, выясняла наша съемочная группа. Этот лабораторный сосуд называется пипетка Мора. Большинство людей этого не знают, но только не они. Участники направления лабораторный химический анализ сосредоточенно выполняют конкурсное задание. Оно не из простых. За три часа необходимо определить тетруемую или общую кислотность яблочного сока. Оно включает в себя несколько этапов. Это и взвешивание, и отбор проб, и подготовка оборудования, и тетрование, и обработка результатов, и представление конечного результата. Можно проследить все профессиональные компетенции лаборанта химического анализа. За ходом выполнения задания следят не только эксперты. За стеклом внимательно наблюдают другие участники отборочных. В Чебоксары приехали 24 победителя региональных этапов. Алена Пальмовская представляет Нижний Новгород. Поболеть за других и посмотреть для себя что-то новое. Что, как. Задание интересное. Оно может показать, кто на что с тобой осознан. А как ты готовилась? К техникум. Пробовали. Методы тетрования. Определение кислотности. Разработать аппаратное обеспечение. Собрать электронный модуль, найти и устранить неисправности. В компетенции электроника соревнуются 15 участников. Один из Татарстана вне конкурса. Задания, которые выполняют участники, они максимально близки к заданиям, которые будут в национальном чемпионате. Поэтому это еще раз говорит, что это процесс подготовки к национальному чемпионату. Но и сложность заданий, она не уступает мировым стандартам по WorldSkills. Из химиков выберут восьмерых лучших, из электроников четверых. Они присоединятся к победителям других компетенций и сразятся на национальном чемпионате, который пройдет в Краснодаре уже в мае. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика.